добрый вечер добрый вечер тем кто к нам присоединился и присоединится в дальнейшем я надеюсь вот уже присоединяются лекция заглавлена следующим образом и это смутило нашего координатора поясню сразу не так написано в танахе жизнь евреев его на персидской египетской диаспоре соответствие с архивами салатанскими египетскими архивами тут в этом заглавии парафраза из известной книги двух профессоров такой научно-популярной книги довольно хороший даже это дилогия такая одна часть называется но ках коту под на ботанах а вторая часть смысл такой что в танахе написано одно а у нас есть какие-то тексты традиции которые рассказывают другое теперь мы на протяжении нашего курса как правило исходили как правило исходили из из тех статанаха который время от времени сравнивали с теми или иными внешними источниками если таковы были у нас распоряжение а сегодня мы сделаем по сути дела обратную обратный процесс мы будем читать нет анахические тексты имея как бы на фоне тексты танаха которые рассказывают нечто об обсуждаемой нами эпохи а эпоха это вавилон и персидский плен мы на последних занятиях говорили о времени эзра и нахемии это время возвращения из плена при этом надо понимать что вот эта персидская эпоха часть людей вернулись а часть людей остались тому свидетельство пусть даже значительной степени легендарная книга эсцер которая рассказывает что времена царствования ахашвироша в персии было немало евреев были еврейские и иудейские общины и это действительно соответствует действительности теперь если мы в качестве преамбулы взглянем общим таким взглядом на то как собственно говоря описывается эта эпоха в танахе кто мы увидим что есть некоторая такая драматическая ось значит есть стремление евреев вернуться из диаспоры это стремление выражена уже в знаменитом псалме который всех на слуху 137 псалом на реках а точнее правильнее наверное сказать на каналах вавилонских сидели мы и плакали вспоминая о ционе такое очень эмоциональной видимо аутентичное описание начала плена и видим что как бы стремление вернуться пронизывает очень многие тексты эти тексты можно найти и например в пророчествах ирмия у их из келя разумеется у пророков которые являются свидетелями этого возвращения у второй сайи у хагая у захарии можно найти такого рода настроение у эзра и нахемии а что касается жизни в диаспоре то она тоже описывается как правило довольно драматично следующий раз будем заниматься книгой даниэля почему она оказалась после всего об этом отдельная речь пойдет но если мы посмотрим то как описывается жизнь евреев в авилонской а потом персидской диаспоре то мы увидим что там происходят какие-то очень такие драматичные явления на грани даже не на грани а просто описание мартирологии мученичества того что еврейская традиция называет освящение божественного имени кедуша шем как бы противостояние еврейских мужественных героев власти которая хочет заставить их служить своим богам с другой стороны у нас есть книга эстера снова вспомним про нее которая описывает это в чуть более завуалированной форме но в сущности говоря смысл очень похожий евреи находятся опасности угрожает смертельная опасность и опять же есть описание на грани мартирологии мордыхай который отказывается поклониться аману и так далее что касается другой диаспоры египетской диаспоры то тут опять-таки мы видим ситуации конфликтные и беспокойные главным образом это диаспора описывается в той же книге ирмия у и в главах 43 и 44 рассказывается о том как после убийства гидалии сына хикама евреи остатки беженцев из оказываются в египте и там вовсю поклоняются языческим богам как бы ситуация противоположная той которая описана по поводу вилона персидской диаспоры но драматизм тот же конфликт ситуация пророк их облегчает они говорят что они не откажутся от служения другим богам конечно здесь прослеживается ясная тенденция в еврейских книгах прославление вавилона персидской диаспоры которая в конечном счете займет место вернувшись часть ее вернувшись займет место бывшего иудейского царства египетская диаспора воспринимается как всегда как некоторая реставрация того тяжелого периода который игре переживали в египетском рабстве и согласно пророку их искелю служили там другим богам и это как бы такой вот ремейк описанной книги ирмия у хотя есть и другие свидетельства касающиеся египетской диаспоры мы еще к ним вернемся это то что мы находим в танахе теперь возникает вопрос а если у нас какие-то источники другого рода а вот данах описывая жизнь евреев находящихся в изгнании преследует разумеется какие-то определенные цели авторы этих текстов и редакторы этих текстов хотя хотят чему-то научить они исходно не придерживаются какого-то объективного индифферентного тона часть из них возможно находится сами в диаспоре а часть уже как бы рефлексируют по поводу диаспоры находясь в земле израиля после плена вот и возникает вопрос если у нас какие-то источники которые бы описали жизнь диаспоры несколько иначе и выясняется что есть у нас есть такие источники и я сейчас сразу же открою один из приготовленных мною файлов вот видите здесь заголовок книги которые я пользуюсь аль народ бавиль удод бихтава и ты долг не решит галут бавиль документы глиняные таблички написаны по аккацки при написанным письмом начала вавилонского изгнания на самом деле правильнее сказать что это вавилона персидское изгнание потому что тексты о которых мы сейчас будем говорить охватывают более чем столетний период они фактически около ста лет правильно поправлюсь значит они самая рань самая ранняя табличка самый ранний текст 572 год до новой эры это еще правление нам куда носора и это происходит по сути дела через 15 лет после через 14 15 лет после разрушения иерусалимского храма а последний текст датируется 477 годом до новой эры то есть это время правления царствования как раз ахашвироша к серкса если ахашвироша к сердце то есть как бы такой 100 лет 100 лет действительно первая часть персидского периода персидской эпохи персидская эпоха продолжающая и далее еще по меньшей мере больше чем на 100 лет вот и что же что же документы на это на самом деле архив который был найден в месопотамии проделал довольно сложный путь это архив который через частные руки передавался в результате добрался до израиля и был выставлен еще и сейчас выставлен в музеи который называется музея на 100 микро то есть музей библейских стран который рядом с музеем израиля в иерусалиме но прежде всего давайте посмотрим на карту на карта показывает нам а где жили эти люди которые оставили после себя документы они жили на юге павелона на окраине по сути дела империи вот такое рыжеватое пятно это как раз тот район где они находились и недалеко от непура известного города вот здесь на востоке находится шушан сузы вот на юге знаменитый шумерский ур в этом же в этой же части находится тоже не менее знаменитый шурупак вот это есть это место а сам город вавилон находится северо-западнее то есть они в общем находится достаточно далеко от столицы теперь мы сейчас почитаем некоторые из этих текстов вот но вот так вот выглядят кстати говоря эти таблички и это ты написанное письмо но перед этим я скажу следующее значит быть может да значит этих табличек порядка порядка 200 200 вот таких вот глиняных табличек с текстами вот и все они может это кого-то разочарует носят такой довольно административный характер касающийся жизни поселенцев купля-продажа аренда работа и так далее там появляются еврейские имена мы увидим что и поселенцы которые живут даже не в центре это не элита поселенцы на окраине империи сохраняют еврейские имена мы ничего не знаем исходя из этих документов какой мере они сохранили веру но поскольку это имена еврейские обычно теофорные то есть с окончанием ягу то по-видимому люди которые носят эти имена и родители которые такие имена дают находясь в изгнании по всей видимости сохраняют свою национальную религиозную идентичность это важно отметить теперь эти тексты на самом деле приходит нам из трех разных мест в одном и том же районе одно место называется аль-ягуду буквально еврейский город как бы замена иерусалиму на еврейский город другое место группа из других текстов находится пришла из города называемого в этих текстах наш наш нашар и наконец еще одна группа текстов которые приходят из из места называемого еврейским топонимом бейтавирам значит вот я продемонстрирую вам сейчас два таких текста это то как выглядит одна из этих табличек четвертая четвертая табличка а теперь сам текст текст тексты надо сказать довольно кратенький они не то чтобы какие-то очень подробные но они позволяют посмотреть на на то как живут как живут как живут люди вот в этих местах значит я по-моему у меня такое ощущение не так существенно я переснял другую другую табличку но не так уж и важно вот что мы здесь видим этот этот текст на который в котором рассказывается это на самом деле квитанция квитанция которая фиксирует долг с процентами за покупку ячменя вот кто здесь собственно говоря берет в долг и должен платить человек которого зовут циткияу бен шалим вполне еврейское имя а берет он в долг у человек который возможно является вавилонином его вавилонское имя большая большая шар уцур вену ба все это происходит в городе в этом самом и риуда алу и гуд в пятьсот пятьдесят втором году во во времена наследника на ухудоносора на банаида то письмо которое я хотел переснять на самом деле было письмо которое писалось во времена на ухудоносора но в сущности не так принципиально вот мы видим перечисляется сколько этот самый циткияу бен шалим взял у большаша большаша уцара бен нуба аль рож циткияма яма это тоже самое что ягу значит как бы в клинописи это один и тот же знак и фонема могла произноситься и так и так яма или ягу да вот это циткияма или циткияу бен шалум значит он так что говорится опять же количество и чменя которые он взял все это происходит в месяце сиван где именно он взял и куда он должен отдать выходишь сиван бешара максан и тен он должен вернуть в месяц сиван в какой-то склад и тут есть свидетели которые подписываются заметьте что и свидетели носят вполне кошерные еврейские имена хашабе яма бен балтияма шалам яма бен тав шалум шалума а писец судя по всему вавилонянин вавилонского происхождения набу нацер бен набу зер акиша и подпись где это происходит ириуда во времена царствования четвертый год царствования набу наида вавилонского по сути дела последнего из вавилонских царей после которого после правления царствования которого вавилон в общем пал вот набу наиде мы будем говорить как раз читая книгу даниэля перед тем как делать какие-то выводы я хотел бы показать еще один документ как раз таки один из поздних документов видите он гораздо более длинный некоторые документы очень короткие некоторые очень длинные значит этот документ создан написан на седьмой год правления хашвироша царя персидского как он тут называется царя персидского царя мидии вавилона и всяких стран других а это получается четыреста восемьдесятый год до нашей эры и это по времени если сравнивать с мегилат эстер это очень близко до мегилат эстер там начинается с третьего года царствования хашвироша здесь седьмой год царствования и это тоже некоторые некоторые целовой документ который говорит о продаже рабыни продажа рабыни значит опять-таки опять-таки упоминается некто акиша бен бархи эль имя отца совершенно еврейское имя самого человека нет тут появляется даже какой-то такое эмоциональное описание бахедват либо да это все переводы естественно потому что текст по-аккадски а вот он с радостью нет некую рабыню которая носит очевидно вавилонское имя а намутинанай так лах вот ее эту рабыню значит она описывается ее ее продают ее он продает за три маны серебра некоему человеку по имени бацьо полный за полную цену и тут опять-таки есть гаранты некий еврей по имени ханан натана храют вот и опять-таки появляется дальше много имен в этом деловом документе и свидетели которые частично носят еврейские имена частично носят аккадские вавилонские имена заметьте что среди них вот если посмотреть на 26 строчку упоминается среди свидетелей некий мардук мардук шум и дан это естественно не хорошо знакомый нам мордыхай мордыхай это типичное вавилонское имя связанное с именем бога мардука вот он один из свидетелей этого договора все это происходит как тут сказано в седьмой год царствования хиярша вот он и есть этот самый хашвирош этот парас а вот такой вот документ теперь мы увидим что в египетских документах нас ожидает большее разнообразие но о чем это все-таки говорит вот я вам показал два документа можно было показывать еще но они как бы более-менее одинаковые достаточно однообразные о чем это все говорит о том что люди живут обычной жизнью контактируют с окружающим населением занимаются куплей продажей по другим документам обрабатывают землю что-то берут в аренду где-то что-то покупают у них спокойная размеренная жизнь они не преследуются никакой явной опасности для жизни не угрожает в чем-то это напоминает нам увещевание приписываемое пророку Ирмияу которым говорится следующее он пророк посылает письмо тем кто находится в диаспоре и предлагает им не надеяться на скорое возвращение из Вавилона а что делать кху нашим вуалиду баним уванот у кху ливны хэм нашим вэргнуты хэм тнула нашим баты ладна банним уванот урву шам вальтим ату берите же себе жен выражайте сыновей и дочерей берите сыновьям жен а дочерям берите мужей пусть они рожают сыновей и дочерей и множьтесь там уменьшайтесь в количестве и даже он говорит выдержат шлома и расшир и хэм шам и просите мира городу в который я вас изгнал молитесь за него господу ибо если будет мир в этом городе будет мир у вас и примерно такая ситуация действительно описывается не то чтобы описывается явствует из этого архива никакого драматизма здесь нет повторяю никаких преследований нет есть спокойная размеренная жизнь и из этих текстов можно помимо прочего понять что в общем как бы никакого особенно сильного стремления покинуть эту землю у большей части населения не было они прижились тут в этих документах описываются несколько поколений одной семьи и они живут совершенно совершенно такой спокойной жизнью поэтому можно понять что отнюдь не все захотели немедленно оставить свои насиженные места и как только кир царь персидский разрешил это сделать вернуться в землю Израиля сожженную от которой почти ничего не осталось может напомнить многим то состояние в котором находилась земля Израиля в начале 20 века много ли людей сразу же рванулись как только это стало можно не очень много но и оставались диаспори и по сей день тоже есть те которые совершенно не рвутся диаспору покидать вот как бы эти тексты из Аль-Ягуду Алум по-аккадски это город демонстрирует нам жизнь жизнь по другую сторону которая текла себе спокойно и не требовала каких-то супер усилий если эти люди были лояльными гражданами они вполне могли экономически процветать а это то что мы видим из этих документов сейчас мы перейдем к египетским документам если кто-то хочет что-то сказать заметить спросить то можно это сделать сейчас окей тогда перейдем перейдем к следующему я напомню вам что собственно говоря в те времена есть две больших диаспоры две больших диаспоры два центра это Египет и Вавилон Персия и это положение дел продлится вплоть до так называемого восстания диаспор 115 117 годах новой эры при римском императоре Трояне когда это восстание было разгромлено египетская диаспора огромная община Александрия фактически свое существование прекратила а до этого она была процветающей общиной но мы то будем говорить с вами не о эллинистическом периоде а о гораздо более раннем о персидском значит евреи попадают в Египет повторяю согласно книге Ирмияу это происходит после смерти Гидалии сына Ахикама с другой стороны у нас есть другие немножко сведения которые которые явствуют из двух источников как раз таки эллинистических одного еврейского другого греческого значит один источник это так называемое послание Аристея которое рассказывает о переводе Торы на греческий язык и там в частности упоминается что в Египте находится очень много пленных евреев и в связи с этим отмечаются что евреи собственно появились в Египте задолго до этого во времена фараона Псамитиха значит Псамитих судя по всему Псамитих первый это самый ну как бы середина ближе к концу седьмого века до новой эры то есть возможно что уже тогда какие-то евреи попали туда будучи взяты в плен и действительно Геродот другой источник Геродот своей истории подтверждает это и говорит что во времена Псамитиха в в Египте в нескольких местах в том числе на южной границе с Ливией были установлены гарнизоны состоящие из разных инородцев в том числе в том числе перечисляют те которые были приведены приведены из Азии с северо-востока вот одно из мест которых он упоминает элефантина 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 это то что нас и будет интересовать Ев элефантина или Ев значит что касается что касается свидетельств которые мы черпаем из Танаха то вот в той же книге Ирмияу упоминается несколько мест куда евреи приходят согласно книге Ирмияу это происходит позже не в конце седьмого а скорее в конце шестого а в начале шестого века до новой эры значит после уже того что Иерусалимский храм был разрушен вот упоминается несколько мест в этой связи упоминается Мигдоль Тахпанхес Нов или Мов и упоминается еще несколько населенных пунктов значит вот Мигдоль это восточная дельта египетская там же и Тахпанхес Мов это недалеко от сегодняшнего Каира а еще упоминается там это интересно Патрос а Патрос это на юге южная граница Египта и возможно возможно это и есть те места которых впоследствии был расположен еврейский гарнизон значит в Еве или в Эльфонтини который повторяю это южная южная граница южные границы Египта и значит это остров в Ниле в районе Асуана есть одно место в книге Ишаяу которое как предполагается упоминает это место это 49 глава книги Ишаяу там говорится А что такое синим не очень понятно значит придут из разных мест вернуться в землю Израиля с севера с запада и так вот некоторые предполагают что синим это не что иное как свеним а свеним это и есть вот этот самый Асуан или Ев значит что же там было найдено сейчас я снова открою открою секунду она у меня не появляется момент что сейчас получится и что вы видите вот это тоже книга называется Мимикдоль Свене Теудот Литудот Айудим Бамитс Айм Беткуфат Парас Архив который рассказывает о происхождении и в истории иудеев в Египте персидскую эпоху такой составитель известный профессор Цалель Фортен и мы перед тем как опять же увидим несколько очень любопытных текстов буквально пара слов речь идет о военном гарнизоне охраняющем границы Египта но при этом там живут не только солдаты живут и их семьи время время наиболее наиболее ранний наиболее ранний текст который до нас дошел это сейчас я вам скажу секунду не не соврать не хочу снабжать дезинформацией самый ранний текст это самый конец шестого века самый конец шестого века а самый поздний текст это самое начало четвертого века то есть опять-таки мы располагаем временем чуть более ста лет тексты эти были найдены археологами как раз в этом районе это были папирусы написанные на арамейском языке это так называемый диалект диалект того времени это так называемый имперский имперский арамейский с небольшими изменениями по сравнению с тем что нам известно из других текстов теперь тексты эти также как они в отличие от того архива который я вам представлял перед этим довольно разнообразного характера то есть они позволяют взглянуть на жизнь вот этих самых иудеев живших в гарнизоне с разных сторон они позволяют взглянуть их на религиозную жизнь это то что мы сейчас увидим в частности у них был храм храм который был ими выстроен и в какой-то в какой-то момент разрушен разрушен египетским враждебно настроенным населением мы знаем что такой вот первые всплески антисемитизма имеют свое происхождение как раз в Египте и вот вдохновляемый египетскими жрецами храм евреев в Еве храм который назывался именем бога евреев тоже это теофорное окончание Яу это это этот храм был разрушен а потом впрочем восстановлен он был восстановлен об этом мы как раз будем сейчас читать текст и кроме этого кроме этого у нас есть тексты тексты делового характера опять-таки разная купля продажа администрация долги но есть также заклятия есть благословения есть тексты касающиеся чистоты нечистоты камеи и даже там было найдено произведение которое вообще говоря не является исходно не является исходно созданием тех кто жил на территории Лефантины а пришло туда извне потому что это был своего рода бестселлер так называемое произведение Деврей Ахикар слова Ахикара или притча Ахикара которые видимо произведение это видимо было написано еще в асирийский период распространилось в дальнейшем оно как бы рассказывает о некоем герое-мудреце и вот этот текст один из вариантов этого текста появляется появляется в в архиве евреев или фонтины или фонтины это греческое греческое название этого острова этого места Ев и вот мы сейчас несколько таких документов которые дошли до нас и почитаем значит по ходу дела если будут возникать вопросы вы сможете их задавать значит вот текст номер один который называется письмо о Песахе значит мы не будем естественно с вами читать арамейский текст я буду переводить на русский язык сверху тут арамейский текст а снизу перевод на иврит но что же говорит этот текст братьям моим Едания и его товарищам армии еврейской гарнизону иудеинскому гарнизону пишет брат ваш Ханания значит имена опять же теофорны он приветствует их от имени бога значит и говорит что нужно спрашивать бога во всякое время и вот в этот год пятый год царя Дарья подразумевается Дарьи первый царем был послан было послано послание некоему Аршаму этот Аршам как выясняется из других текстов был сатрапом Египта от имени Персидской империи и здесь говорится вы должны отсчитать 14 дней в Ниссане в месяце Ниссан и 14 день 14 к вечеру сделать пасхальную жертву а с 15 по 21 Ниссан это праздник опресноков который вы должны тоже приготовить 7 дней вы должны есть опресноки будьте же чисты и остерегайтесь не делайте никакой работы в 15 Ниссан и 21 Ниссан мы видим что законы которые тут излагаются вот этим человеком по имени Анханания откуда он им пишет мы точно не знаем но по всей видимости можно предположить что он пишет из Иудеи это послание человека из Иудеи своим собратьям туда вот в Элифантину интересно что он говорит дальше не пейте никаких напитков которые делаются из злаков спиртных напитков из злаков не ешьте хамец и он не должен находиться в ваших домах с 14 Ниссана с захода солнца до 21 Ниссана а всякий хамец всякое квасное которое есть у вас в домах внесите в комнаты и запечатайте в течение этих дней а то есть тогда еще конечно не было того обычая которым мы сегодня пользуемся так называемый этерных хира когда можно продавать перед Песохом хамец и потом начать на условии что он возвращается сразу же сразу же по по истечении праздника по окончании праздника у них такого обычая не было они просто закладывали закладывали хамец и запечатывали в каких-то комнатах но в целом можно сказать что все очень похоже мы видим что евреи живущие в Египте получают письмо от своего видимо иерусалимского сапрата и он их инструктирует как соблюдать Песох это не очень-то похоже на ту картину которую мы наблюдаем в книге иермияу и согласно которой все находящиеся в Египте евреи поголовно всеми семьями служат другим богам из этого текста мы такое не видим теперь другой гораздо более длинный и очень интересный текст рассказывает нам о том что произошло с их храмом что произошло с их храмом они рассказывают нам следующую интересную историю касающуюся храма я сразу перейду к переводу вот говорят они следующее они пишут письмо господину нашему сатрапу иудеи его зовут Бигва или Бигви мы не знаем точно мы не знаем был ли этот человек евреем как Нехемия или персом вот они пишут рабы твои едания и его товарищи тот самый едания который упомянут был в предыдущем послании священник священники жрецы которые в крепости Ев мир тебе господин наш бог небес даст 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 милосердие перед дарьем царем и дальше еще перечисляются всякие блага которые бог может ему дать чтобы человек радовался быть здоровым а вот теперь говорят они едания и его товарищи говорят так в 14 в месяц тамуз 14 год царя дария если дарий как мы помним воцарился в 523 примерно году да то соответственно если это 14 год то можно легко сосчитать когда происходит то что здесь то что здесь описывается секундочку полсекунды прощения значит так вот 14 год царствования дария когда аршам ушел и отправился к царю это похоже на то как ходил к царю иныхем гораздо позже карта к серпцу священники хнуба или хнума египетского бога которые были в крепости Ев вместе с каким-то человеком который называется здесь видернаг офицером имени персидской власти устроили заговор и сказали вот храм ягу бог который в крепости Ев мы его оттуда уберем и вот этот видернаг как он называется здесь злодей послал письмо своему сыну который был военачальником свени а свен это крепость которая напротив Ева и там находились арамейцы и тогда вот этот храм который в Ев разрушают его разрушают египтяне врываются в этот храм сравнивают его с землей разбивают каменные столбы которые там были тут дальше перечисляются что в этом храме было как он выглядел и дальше они рассказывают историю что еще со дня царя египетского наши отцы построили этот храм в Еве а когда канбузи канбузи то есть канбиз сын Кира захватил Египет то он уже нашел этот храм храм уже был построен и храм бога богов египетских тогда разрушили а наш храм не тронули и вот когда наш храм теперь разрушены мы и наши жены и наши дети надеваем на себя надеваем на себя кругу одежду молимся постимся ягу господину небес дальше они говорят о проклятиях которые могут быть насланы на вот этого злодея виден видернага из-за которого храм был фактически разрушен и они говорят еще о том что это не первое послание которое они посылают когда эта беда случилась с нами мы послали это письмо господину нашему а также Йоханану первосвященнику мы не знаем какой именно этот первосвященник действительно имя первосвященника Йоханан упоминается в том числе и в книге Нехемии но книга Нехемия рассказывает о гораздо более гораздо более поздних временах так что могло быть несколько священников носящих носящих такое имя вот и они говорят что мы послали ему и другим священникам которые в Иерусалиме и иудейской знати они не дали нам никакого ответа и вот с тех пор мы значит вот оделись в эту в эти холстины постимся и жены наши как вдовы и мы не пьем вина не умощаемся маслом и не можем приносить соответственно приношение в храме за царя Дария и вот теперь рабы твои Ядания и его товарищи и все евреи которые находятся в Еве мы говорим так если господин наш согласен пусть поможет построить этот храм потому что мы сами не можем этого сделать и мы просим мы просим построить построить этот храм так как он был построен до сих пор чтобы там приносились приношения ряности на жертвенники во имя Яву Бога и за тебя и мы молились бы за тебя во всякое время мы и наши жены и наши дети если ты так сделаешь и храм будет отстроен то будет это тебе вменено в праведность перед Богом небес кроме того они пишут здесь что они послали подобное же послание людям по имени Далья и Шалмия сыновья Санвалата который является сатрапом Самарии человек с подобным же именем напомню вам упоминается книги Нахемии по-видимому это было как бы тоже династическое такое имя которое повторялось вот один такой Санвалат упомянут здесь вот они являются сыновьями Санвалата во времена царя Дария что мы можем понять из этого письма которое кстати говоря имела реакцию возымела реакцию действительно храм был отстроен правда было установлено некоторое условие что и Бигвай и Далья значит сатрап Самарии сатрап Ниндии согласились помочь отстроить храм но при том при условии что там будет приноситься будут приноситься растительные жертвы но не будут приноситься жертвы животные судя по всему так обычно понимают этот ответ теперь что мы можем из этого текста понять мы можем понять что был храм казалось бы как такое могло быть после реформ царей Хискияу и Йошияу которые полностью уничтожили всякую память о возможности служить Богу в каком бы месте кроме Иерусалима в самом деле мы не находим каких бы то ни было упоминаний о храмах в Вавилоне и Персии люди которые ушли туда в изгнание по всей видимости придерживались этой идеологии и мы не находим никаких свидетельств о том что там строились еврейские храмы в Египте же ситуация была другой храмы строились вот этот храм в Фонтине поселение Ев это первый известный нам такой храм а потом уже в эллинистическую эпоху появится другой храм во времена будет построен храм во времена Талмая Филометра храм в Леонтополе так называемый храм Хонио или Унио там строились храмы то есть они не считали что нельзя строить храм в другом месте они считали что можно служить Богу Израиля находясь не в Иерусалиме принося ему жертвы вот у них есть жертвы у них есть храм из этого письма мы также можем понять повторяю что есть уже какая-то есть трение между еврейскими поселенцами и местными жителями египтянами возглавляемыми их священниками которые пытаются уничтожить еврейский храм мы можем понять также из этого письма что возможно иерусалимский священник которому была послана первая просьба и который не удостоил ответа поселенцев Ева возможно не хотел участвовать в восстановлении этого храма именно потому что считал что никакого другого храма кроме как тот который есть в Иерусалиме быть не может быть не должно мы мы также видим что жители Ева или Фонтины абсолютно лояльны по отношению по отношению к персидской власти никаких попыток восстания нет и персидская власть их опять же судя по всему никак не преследует теперь последний маленький текст который я вам хочу показать свидетельствует о том что был видимо распространен среди них религиозный синкретизм а вот это некое благословение которое одновременно обращено богу евреев Яха и Хнуму богу Египта это то что мы здесь видим очень маленькое писемо или благословение некоему человеку по имени Михайху вполне еврейское имя которому тоже желают всяческого благополучия и вот говорят значит это видимо свидетельствует о том что очень ярыми монотеистами они не были они не были и такими ярыми идолопоклонниками которых которые описываются на Гернияу оно видимо имел место они сами служили богу иудеев но при этом находясь в Египте и даже вступая время от времени в конфликт со жрецами этого египетского божества Хнума они тем не менее считают возможным и незазорным для себя упоминать его в своих благословениях такого рода синкретизм известен нам и по эпохе первого храма когда там скажем появляется в разных текстах упоминания о боге и боге Израиля и рядом с ним неожиданным образом вдруг оказывается Ашира богиня хананская богиня плодородия вот подытоживая нас сегодня конечно можно было об этом говорить очень много но подытоживая мы можем сказать так у нас приоткрывается некое окно которое позволяет разглядеть жизнь жизнь изгнанников иудейских изгнанников как на территории Вавилона Персии так и на территории на территории Египта есть существенная разница что касается Вавилона Персидской диаспоры то это мирное население которое позволили как бы жить своей общиной постепенно поднимать хозяйство началось это действительно с печальных вещей это известно нам с того что изгнанников заставляли строить каналы Вавилоне и это как раз то что на реках или каналах вавилонских мы сидели и плакали но постепенно это все стало вполне мирным и в отличие от них в Египте находился военный гарнизон задача их была охранять южную границу Египта отторжения врагов вместе с другим арамейским гарнизоном вот и они о них мы знаем побольше чем о тех которые жили в Вавилоне и Персии потому что это не только хозяйственные документы но и религиозные но мы можем как бы сказать в общем и целом что видимо приверженность вере Израиля наличествовала и там и там однако в Вавилоне и Персии она имела более такой канонический по всей видимости характер те кто ушли в изгнание это были люди которые были свидетелями реформы и Юшияу и считали себя как бы обязанными соблюдать ее основы в том числе как бы то что связано с запретом на служение Богу в каком-либо храме кроме Иерусалима а в Египет возможно если считать что действительно первые беженцы пришли во времена Псамитиха то есть как бы еще до реформы до реформы Юшияу то тогда как бы они видимо не считали себя в такой степени обязанными и даже как бы вот мы видим среди них был распространен определенный религиозный синкретизм вот эти описания по многому не сходятся с теми которые есть в Танахе но заканчивая наш разговор и передавая вам как бы возможность задать вопрос я бы только хотел процитировать странный текст из книги пророка Ишаяу который возможно указывает как раз вот на то что о чем мы сейчас читали по поводу Египта это 19 глава 18-19 стихи и там упоминается некий жертвенник который находится в стране египетской Эцельгулла Леадунай значит если Эцельгулла это вполне возможно что подразумевается вот этот верхний Египет южная граница там находился жертвенник возможно что этот стих как раз таки соотносится с жертвенником поселенцев Лефонтины Ева ну вот здесь я завершу свой обзор и с удовольствием готов ответить на ваши вопросы если таковые имеются пожалуйста если у кого-то вопросы да народ сейчас самое время спросить вопросы если таковые имеются есть вопрос пожалуйста Олекс какова была в принципе вот демография населенцев то есть мы знаем сколько сколько ушло с Эзер сколько ушло с Нихени из какого числа примерно нам мы понимаем так что смотрите уведены были в плен несколько десятков тысяч человек на самом деле числа которые есть в книге Зарей Нихеми следует воспринимать с некоторым ограниченным доверием насколько эти числа действительно отражают реальную ситуацию но были изгнаны несколько десятков тысяч человек вот они там жили рожали детей вполне возможно что можно говорить там 50 тысяч может быть даже больше сколько насчитывала община в Персии и Вавилоне кроме того надо иметь ввиду что архив который я вам показывал он только из одной области а еще жили евреи в самом Вавилоне это подтверждается опять таки вавилонскими документами не говоря о семье бывшего еврейского царя там правда жило видимо не очень много не очень большое население вот но в общем ну конечно не исчислялось сотнями тысяч это уж точно тогда это означает что если уехал если вот те что сделали из эзра и нехеми ушли их порядка было порядка 40 тысяч то есть я еще раз говорю как бы вот в исследованиях исторических и библейских высказываются сомнения касательно реальности цифр которые появляются в книгах Эзра и нехеми значит насколько действительно реально что ушло так много хотя возможно как бы эти цифры отражают не одноразовые какие-то выходы а скорее как бы ситуацию которая набирала обороты постепенно в течение нескольких столетий и значит как бы общее население которое было вокруг Иерусалима действительно вот включало такое количество людей постепенно набравшиеся сколько оставалось сказать трудно тем более что архив который я вам зачитывал он обрывается как раз во времена Ахашвироша значит ли это что-то случилось с общиной не факт возможно просто не сохранилось ничего больше вот может ли это как-то быть связано с историей излагаемой в книге Эстер не исключено хотя и опять же нет ни малейших намеков на то что эти общины испытывали какое какое бы то ни было преследование действительно любопытно что именно во времена Ахашвироша архив обрывается у меня есть вопрос да я так понимаю что они под вавилонянами были там несколько десятилетий потом это все перцы завоевали вавилоняны практически все перешли на персидский язык наверное а вот у персов как они сохраняли они не перешли на персидский язык они в персидской империи таким языком межнационального общения был арамейский и на арамейском продолжали говорить и писать этот архив он на аккадском языке да этот архив действительно на аккадском языке аккадский язык предшествовал арамейскому в качестве языка межнационального общения и да Этот архив действительно на аккадском языке. Получается, что где-то, может быть, существует архив на арамейском языке в какой-то другой форме? Но до нас не дошло. Из Египта действительно дошел арамейский архив. Арамейский архив евреев и Лефантины. Он действительно на арамейском, и это язык межнационального общения того времени. А когда евреи пришли на персидский язык в этом районе? Евреи не переходили на персидский язык, я еще раз говорю. То есть вполне возможно, что они и знали персидский язык. Не все, наверное, какая-то элита, но я еще раз говорю. Языком межнационального общения был арамейский. И у нас нет никаких свидетельств, что персидским языком владело еврейское население в своей массе. Хотя, конечно, персидский язык оказывал свое влияние. И поэтому, например, в той же книге Эстера есть очень много персидских терминов. То есть возможно, что люди образованные персидский язык действительно знали. Но отнюдь не все. Во времена Талмуда евреи уже говорили на персидском. Когда Талмуд был написан? Смотрите, во-первых, Талмуд – это гораздо более поздняя эпоха. Во-вторых, опять-таки, что значит «евреи» говорили на персидском? Сам Талмуд, если вы имеете в виду илонский Талмуд, написан на восточном диалекте арамейского языка. Значит, персонажи его говорят по-арамейски. Опять же, по всей видимости, какие-то части населения персидским языком владели. Возможно, больше, чем может показаться. Но до нас не дошло никаких документов еврейских на персидском языке. А все, что дошло – это на арамейском. Спасибо. Пожалуйста. Еще какие-то вопросы, если есть? Похоже, больше вопросов нет. У меня такое ощущение. Тогда здесь мы поставим точку. Я поздравлю всех с наступающим праздником Шивот. А после праздника Шивот мы обратимся к книге Даниэля. И, как я уже сказал, я объясню, почему она последняя на очереди из этих книг. Окей. Если можно, у меня есть одно техническое объявление. Пожалуйста, сейчас не разбегаться. Буквально дайте мне две секунды. Да, слушай. Объявление такое. Раз в год организация, которая дает нам фундамент для проведения наших занятий, это Рами Цион, перед Шивот, в неделю-проевой проводит сбор денег, так называемого пожертвования. Значит, у нас есть некоторая проблема. Почему? Потому что вся аудитория, которая была в России, она сегодня нерелевантна. Поэтому у меня огромная просьба для людей, которые такие, да, могут сделать пожертвования. Я сделал в чат конференции, поставил этот линк. Даже самое небольшое пожертвование на уровне 10-20 долларов – это более чем релевантно. Потому что нам надо набрать какое-то количество людей, которые вообще что-то пожертвовали. Окей. Пожалуйста, я даю еще одну секунду. Нажмите на этот линк, либо скопируйте его себе. Огромная просьба всем, которые могут как-то что-то пожертвовать. Окей? Все. Ну, а дальше, как самех. Вот самех. Как матан Турай и так дальше. Хорошо? Все? Спасибо. Всем счастливо. Спасибо большое. Всем счастливо. До свидания. Пока. Ну, хорошего вас. Пока-пока.